С Марса на Землю будут доставлены образцы марсианского грунта. До сих пор мы только на месте изучали Марс, но очень хочется доставить оттуда образцы вещества твердого, и здесь в лабораториях настоящими, умными, большими и сложными приборами, и его изучить. Тогда, может быть, мы найдем в этом грунте остатки марсианской жизни. Там, на Марсе, этого пока сделать не удалось. Perseverance – это первая ласточка большой программы. Его задача – не только бегать по Марсу, изучать на месте какие-то особенности марсианского климата, марсианской поверхности, но главное – собрать и запаковать небольшие продирочки, небольшие контейнеры, образцы марсианского грунта. Затем прибудет следующий аппарат, который соберет эти продирочки, и когда третий аппарат прилетит на Марс, второй перегрузит на него эти продирочки, запакует их там, и с третьего аппарата ракета стартует на околомарсианскую орбиту. То есть до Земли однодоедеть не может, но она выйдет за пределом марсианской атмосферы, встретится там с четвертым аппаратом, и тот, взяв продирочки с марсианским грунтом, доставит их на Землю. Это такая сложная программа, и, конечно, есть шанс, что она не реализуется, поэтому на каждом следующем марсоходе будут еще приборы для работы на Марс. Персеверанс – это практически так внешне, это повторение предыдущего американского марсохода в периодически. Внешне он почти не отличается, но внутри, конечно, за прошедшие 10 лет, его даже 12 уже лет, сильно модернизировали. У него по-прежнему ядерный источник энергии, в нем радиоактивное вещество, плутоний, 238-й, распадается, греет внутренняя часть этого генератора, а снаружи генератор охлаждается холодным, очень холодным марсианским воздухом. И разница температур позволяет вырабатывать электричество. Не очень много. 100 Ватт. 100 Ватт – это яркая лампочка, которая у нас дома горит. Ну и вполне достаточная для движения марсохода, и для обеспечения всех его научных приборов, и для связи с Землей. Правда, напрямую связь с Землей эти марсоходы поддерживать практически не умеют. У них есть возможность очень небольшое количество информации посылать на Землю прямо. Но вообще-то главный канал связи – через спутники. Вокруг Марса летают несколько действующих спутников, из-за американских и европейских, и они будут служить ретрансляторами для пересылки больших объемов информации. Фотографии, звуков, которые теперь мы уже слышим с Марса. Впервые на Perseverance микрофоны. И, честно говоря, эти звуки довольно ожидаемы. Летер дует, дует, дует. Но все-таки интересно услышать другую планету. Это, ну, просто следующий канал информации. Глаза глазами, но уши наши тоже доносят какую-то информацию до нас. И иногда все на тему неплохо ориентируются по звукам. Теперь по звукам. Теперь на Марсе мы тоже знаем, как звучит эта планета. Еще одна новость. Это вертолет, который вместе с марсоходом прибыл на Марс. Пока марсоход держит его при себе. Он под донышками закреплен. И марсоход ездит, перевозя вместе с собой этот небольшой вертолет. Он его не просто так переводит. Он его постоянно заряжает электрически. Батареи самого вертолета, это электрический вертолет, конечно. Как в квадрокоптере, ныне популярные. Их надо зарядить, чтобы вертолет смог подпрыгнуть на небольшую высоту от 3 до 5 метров. И примерно минуту полетать над поверхностью Марса. Больше он не сможет. Потому что ему придется напрягаться изо всех сил. На Марсе очень разреженная атмосфера. Даже трудно назвать это атмосферой. У нас воздух имеет такую же космос на высоте 30 километров над Землей. Туда не поднимаются самолеты. Они там не могут летать у нас. Они могут только выскочить туда и потом падать обратно на Землю. Туда иногда подлетают аэростаты нашей Земли. Но на Марсе аэростатов чего никто не посылал. Как же этот вертолет сможет летать в таком разреженном марсианском воздухе? Очень просто. На Марсе силы тяжести 2,5 раза меньше, чем на Земле. Вертолет, который на Земле весит 2 километра, будет примерно полкило, но чуть больше весить на Марсе. И это поможет ему взлететь. Мы надеемся, что он взлетит. Если это получится, то у нас откроются новые возможности исследовать Марс. То есть запускать туда небольшие квадрокоптеры, которые будут обследовать обширные пространства, залетать в какие-то труднодоступные места на вершину гор. Я ожидаю, что эти вертолеты смогут опускаться в марсианские пещеры. Мы их уже обнаружили. Это вертикальные колодцы, которые ведут вглубь планеты. Вероятно, там разветвляются и какие-то пещерные города. Мы там сможем найти пещерную систему. Но пока ни один марсоход туда не опустился. У них небольшие колеса, нет никаких приспособлений, чтобы лазить по пещерам. А вертолет сможет туда опуститься. Мы впервые увидим места, где жизнь на Марсе могла бы сохраниться. Дело в том, что на поверхности Марса жизни нет и быть не может. Там очень тяжелые условия. Там холодно, там сухо. И что самое неприятное, там высокий уровень радиации. Но сианская атмосфера не спасает от космической радиации. А пещеры спасают. Там под грунтом радиации нет. Там жизнь не может развиваться. И вот пещеры, на мой взгляд, это самое перспективное место для поиска жизни. И вертолеты смогут первый шаг к этому сделать. По крайней мере, проникнуть в эти пещеры. Вот такие у нас надежды. Марсоход Перселерс, это, конечно, прежде всего американское детище. Но там есть и приборы других стран. Например, механическая рука, на конце которой множество геологических приборов, биологических приборов. Ее создали канадские инженеры. Некоторые устройства, сделанные европейскими инженерами. Я полагаю, что самое сердце марсохода, его атомная батарея, питается плутонием, который изготовлен в нашей стране, в России. По крайней мере, на предыдущем марсоходе, на период, именно наш плутоний работал как источник энергии. То есть собрано все лучшее со всех стран мира. Ну, конечно, так сказать, основной вклад и финансовый, и интеллектуальный внесли американские инженеры, американские ученые, это и детище. И мы по праву называем это американским экспериментом. Это, конечно, все страны. И вообще, если сегодня в космонавтике вы не назовете какую-то одну страну, которая занимается исследованием планеты. Куда бы ни летели космические зомби, там есть приборы разных стран. Ну, например, сейчас вокруг Луны летает американский аппарат, там наши, российские, есть приборы. Вокруг Марса летает очень хороший, старый спутник надежный, Марс-рекомиссальный орбитер, там есть наши приборы для исследования марсианской воды под грунтом. Так что мы по мере своих сил принимаем участие в исследовании любой планеты. Но впереди наши собственные эксперименты совместны с европейскими инженерами. Это так называемая программа «Экзомарш». Она уже давно началась. В 16-м году к Марсу подлетела отечественная российская ракета, которая принесла туда европейских спутников. А на его борту и российские, и европейские приборы, они очень хорошо работают часто, изучая атмосферу Марса. А через год, в 2022-м, еще одна ракета доставит на Марс, уже на поверхность планеты, европейский марсофон. Ну там тоже будут и наши приборы. И, кстати, посадка будет обеспечена нашей такой платформой реактивной, которую делают в Москве, на МПО имени Лавочкина. Так что это полноценный российско-европейский будет эксперимент. Мы давно ничего на поверхность Марса не отправляли. Очень давно. Я бы сказал, слишком давно. Почти полстолетия. Ну и теперь мы возвращаемся к этим исследованиям. И я надеюсь, что они будут успешны. Я хочу напомнить, что первая посадка, успешная посадка на Марс, была советского аппарата, Марс-3. В 1971-м далеком году, впервые на Марс, мягко сел наш аппарат. Сел, но работал он недолго. Что-то с ним случилось. На его борту даже был небольшой марсоход. Но мы не знаем, пошел ли он, исследовал ли он марсианскую поверхность, потому что мы потеряли связь с этим аппаратом буквально через несколько секунд после его посадки. Надо признаться, что в это время на Марсе была полевая буря, ну и всякое могло случиться. Он там сидит, мы его сейчас видим с орбиты. Никуда он не делся. Когда-нибудь мы его там встретим и исследуем. Что с ним случилось, узнаем. Затем был период американских исследований. В 1977-м году на Марс сели два стационара. То есть сели и никуда не двигались. Стационарные станции, Викинг-1 и Викинг-2. Они попытались найти жизнь на поверхности Марса. Им это не удалось. И мы убедились, что на поверхности Марса жизни нет. И только в 1996-м году на Марс стали отправлять уже марсоходы. Подвижные научные станции. Ну, слово станция имеет смысл стационарного аппарата. Когда мы говорим о марсоходах, это, конечно, уже подвижный аппарат. И он не станция, а управляемый, телеуправляемый, то есть землеуправляемый космический робот. Первый был очень маленький, буквально как игрушка современная. 10 килограмм он весил на земле, а на марсерах 4 килограмма. Но он доказал, что даже в такой крохотной научной приборке, если снабдить его колесами, он сможет объехать некоторую территорию и исследовать ее. Ну, а потом начались уже настоящие полноценные марсоходы, которые не были привязаны к месту посадки, а могли путешествовать далеко. А наиболее, с моей точки зрения, успешные были два марсохода «Скирид» и «Апартиловский». Они одновременно прибыли на Марс и 13 лет исследовали эту планету. Но, правда, «Скириду» не повезло, он через 6 лет после посадки погиб, попал в загучие пески, колеса проварились. Ну, сами понимаете, на Марсе нет дорог, и там мы не всегда угадываем, по какой поверхности безопасно ездить, а по какой можно потерпеть неудачу. Ну, 6 лет он там работал. А «Апартиловский» работал почти 13,5 лет. Это рекорд, это просто фантастика, потому что рассчитан он был всего на 3 месяца работы, проработал больше 13 лет. Ну, затем ему пришел конец, и прежде всего причиной был его источник энергии – солнечные батареи. Когда на Марсе лето, когда Солнце ярко светит, еще какую-то электроэнергию они вырабатывают. А зимой, конечно, невозможно. Зимнее солнце слабое, а на Марсе зима и лето очень похожи на наши. Зимные, и мы знаем, что у нас зимой Солнце почти не дождешься, то же самое на Марсе, и в конце концов он замер. Теперь марсоходы имеют независимый источник энергии. И тот, что 8 лет назад прилетел на Марсе марсоход Curiosity – это такая массивная машина, размером в современный автомобиль легковой. Весит почти тонну и питается электричеством от ядерного источника тепла. Это совершенно независимо ни от солнца, ни от чего. И на Марсе это, конечно, даст ей возможность десятки лет проработать. Может быть, 20, может быть, 25 лет, пока источник энергии не исчезнет. Поэтому современный, последний марсоход ТЭЦВР, он практически повторяет конструкцию предыдущего, Curiosity, но снабжен более интересными научными приборами. Но все-таки до 8 лет наука продвинулась, и мы следующий шаг делаем, и он еще тяжелее. Вот что он нанесет, и вот алет на себя несет. И каждый следующий аппарат, он более интересный, более научно упакованный, чем предыдущий. И для большинства публики, не занимающихся научными исследованиями Марса, интересен сам факт посадки на Марс и получения красивых картинок. И, наверное, это самые главные результаты. Публика в основном ценит впечатления, а не факты научные. И впечатления мы действительно очень сильные получили. Мы уже ощущаем себя в каком-то смысле марсианами. Когда я думаю о Марсе, я хорошо представляю себе ландшафт марсианский, речные русла, в которых не течет вода, но когда-то текла гора. В общем, для нас Марс стал планетой почти домашней. А теперь еще и звук услышим. Осталось только запах передать, и Марс для нас станет родной планетой. Но ученых интересуют, конечно, более глубокие факты. В прямом смысле глубокие. Нам бы хотелось не только по поверхности бегать, но и проникнуть внутрь Марса. Пока это не удалось. Были попытки. Например, несколько лет назад на Марсе сел стационарный американский аппарат, Инсайд. И он попробовал забить научный прибор, сделанный в виде такого гвоздя длинного, в марсианский друг. Мы надеялись, что на 2-3 метра мы туда проникнем и сможем померить температуру Марса. Это как градусный друг. Померить его химический состав. Не удалось. Оказалось, что Марс не такой мягкий, как мы предполагали. Теперь мы будем его бурить. И, кстати говоря, наш российско-европейский аппарат Экзомарс впервые будет иметь бурт. Настоящий геологический бурт, который проньется на несколько метров вблубь Марса. Но уже на марсоходах американцев есть георадары. Это радиорадар, который направлен вниз и просвечивает радиоволнами на несколько десятков метров в марсианский день. Если самое интересное открытие выделять и самое загадочное с нашей точки зрения, это появление в атмосфере Марса редких молекул. Дело в том, что некоторые молекулы несут весть о жизни. Ну, например, такая молекула, как метан. У нас на Земле простая молекула, САЖ-4, но она вырабатывается почти всегда микроорганизмами, микробами. И, грубо говоря, гниение, когда происходит, микробы, перерабатывая простые вещества, выделяют метан. Вот в болотах пузырьки поднимаются, из болотного газа это метан. И вдруг в атмосфере Марса, которая состоит практически из чистого углекислого газа, появился метан. Мы его заметили и с Земли в телескопы, и с орбиты Марса, и даже марсоходы, которые по поверхности делают, тоже заметили присутствие метан. На котором он исчез? И вот это его появление и исчезновение говорит о том, что, кажется, есть источники метана на Марсе. Это могут быть и неживые существа, например, вулканические извержения. Вот как-то вот нет вулканов на Марсе, мы их долго искали, но не нашли. Марс довольно отстывшая, холодная планета, вулканы там уже, наверное, все прекратили работать. Остается одно – микробы. Но где эти микробы могут сохраниться? На поверхности Марса им не выше. Значит, они должны жить под грунтом, там, где нет радиации. Вот это самое интригующее наше открытие. Откуда на Марсе берется метан, и если это микробы, то где они живут? И если эти микробы обнаружатся, то похожи ли они на наши, земные, или это совершенно новая форма жизни, которая самостоятельно возникла на Марсе? Такое время, может быть, это и наше. Планеты иногда обмениваются веществом, друг с другом, метеориты летают куда-сюда, и, может быть, Марс заразил Землю, или Земля заразила Марс своим микроорганизмом. В любом случае это очень интересно. Но еще интереснее, если на Марсе жизнь самостоятельно возникла, и как она устроена, для биологии будет фантастической удачей узнать это. Второй вариант жизни найти. Вот этого мы ожидаем.